Ну ладно, значит начинаем. Сегодня мы поговорим о тест-кейсах, о методе No Test Cases в ручном тестировании. Начнем с того, что я представлюсь. Меня зовут Алексей Виноградов, я живу и работаю в Германии. В разработке программного обеспечения я уже больше 15 лет, довольно долго. Название фирмы, в которой я работаю в первой строке. Я участвую в последние годы в проектах, в основном по тестированию с многими фирмами. Вот частичный список компаний, с которыми я работал. На данный момент я работаю в проекте в компании DFS, Deutsche Flugzeugung. Мы занимаемся тестированием программного обеспечения для авиадиспетчеров. Если что, у нас там все нормально. Прилетайте, приземляйтесь на здоровье. Итак, начнем с тест-кейсов. Классический тест-кейс. Я хочу сейчас просто в зале быстро спросить, из каких частей состоит тест-кейс. Здесь неопределение, просто вслух, без поднятия руки, голосом. Я надеюсь, я услышу. Нет, без микрофона. Шаги, правильно. В общем, это совсем быстро. Все знают. Предусловие, шаги, действия. Ожидаемый результат. Постусловие, часто тестовые данные. Значит, сейчас более сложный вопрос. Аисты куби, наверное, многие прошли сертификацию. Кто-нибудь может, кто считает, поднимите руку те, кто считает, что практически дословно знают определение. Ну, близко к тексту. Ну, не дайте дословно, близко к тексту. Знает хоть кто-нибудь это определение. Что такое тест-кейс? Или тестовый сценарий русский? Вот я не буду врать, сейчас я не вижу вообще ни одной руки, но это логично. Я сейчас просто зачитаю. Определение такое. Набор входных значений, предусловие выполнения ожидаемых результатов и постусловие выполнения, разработанные для определенной цели или тестового условия, таких как выполнение определения пути программы или же для проверки соответствия определенному требованию. Вот такое красивое определение. Я считаю, что логопеды вполне могут взять это на заметку для своих самых садистских скороговорок. Пойдем, в общем, к более интересному пункту. Зачем мы вообще эти тест-кейсы пишем? Для чего они нам нужны? Тоже просто зала громкая. Да, без руки. Окей, требования, да. Покрытие требований. Еще. Повторяемость. Отлично. Ты мои слайды читал. Окей, еще. Отлично, еще. Автоматизация тестов я буду повторять. Автоматизация, покрытие, отчетность. Отлично. Обучение нового тестировка. Ну, больше половины назвали, идем, значит. Что я написал, значит, документация проекта, то есть тест-кейсы часто документируют, что у нас происходит покрытие требований, повторяемость. Вот это вот молодые тестировщики, я их написал, верификаторы, чекеры, то есть теоретически есть теория, что можно дать такой тест-кейс человеку с улицы, и он будет его выполнять, вот, потом еще позже поговорим. Подготовка к коммунизации говорили, приемочное тестирование еще не говорили. Иногда мы пишем их для того, чтобы с заказчиком определить список тест-кейсов, по которым будут решаться, выплачиваем мы деньги за работу или еще надо доделывать. Вот, сертификация. В некоторых отраслях вы просто обязаны это делать, потому что там есть какие-то законы, нормы. Отчеты уже говорили и аудит. Ну, я под аудитом понимаю, что, например, в некоторых случаях нужно знать, какой конкретно тестировщик, на каком конкретно оборудовании, что конкретно тестировал. Я понимаю под аудитом. Это, в общем, наша мотивация писать тест-кейсы. Что у вас теперь, что вас больше всего раздражает в тест-кейсах? Тоже из зала? Количество. Поддерживать. Хорошо. Количество много. Время. Еще? Устаревают. Устаревают. А, отлично. Окей. Пойдем, значит, что я насобирал. Да, время и стоимость. То есть долго и дорого. Недостатки тест-кейсов. Дальше. Отладка. То есть вы иногда напишите шаги без того, чтобы проверить их на системе, потом начинаете их выпускать, выясняется, что абсолютно ничего не подходит, и система работает не так, и вы хотите. Сопровождение. Опять же, когда про устаревание, когда у вас меняются требования, меняется интерфейс, особенно важно меняется интерфейс, вам иногда нужно очень много чего поменять. Ну и вот читаемость, мне тоже кажется, для программистов и для бизнеса, они слишком много букв, в общем, их неудобно просто читать. Вот. Закончили мы про тест-кейсы. Давайте сейчас поговорим про альтернативы. В общем, но тест-кейсы вещь не новая. Я говорил уже со многими тестировщиками, и большинство из них используют такие эти принципы по разным причинам, некоторые интуитивно, есть люди даже, которые сознательно используют, вот, некоторые от отчаяния, вот. В общем, начнем с определения. Да, я еще хотел сказать, что проблема в том, что я не нашел в интернете и в книгах нигде хорошего описания вот этого альтернативного метода систематического. В общем, я попытался заполнить эту нишу, вот, и просто сейчас систематизировал этот подход, и надеюсь, что все-таки для каждого, каждый из вас что-нибудь нового для себя в этом узнает. В целом подход не новый. Вот, значит, но тест-кейс, я его так назвал, ну, или тест-идея, я буду в ходе доклада использовать слова как синонимы. Вот, краткое описание томарной проверки, функции или свойства программного обеспечения, которую может провести квалифицированный тестировщик. То есть под квалифицированным тестировщиком я понимаю, тестировщика уже не чекера, который имеет знания в предметной области, достаточно знания в предметной области, и знания как, или способность, по крайней мере, разобраться, как пользоваться программным обеспечением для того, чтобы найти эти функции. Ну и метод, допустим, ноутест кейс-тестирования или тестирования с тест-идеями. Про атомарность проверки, что я понимаю под атомарностью, ну, это то, что вы в вашей тест-идее вы описываете какую-то только одну функцию или одно свойство. Впрочем, это не означает, что проверка должна быть тривиальной. То есть мы исходим из того, что у нас есть квалифицированный тестировщик, проверка, например, может быть сложной, требовать каких-то вычислений, аналитического мышления или глубокого знания предметной области. Ну, например, у вас есть программа маршрутизатора для грузовых перевозок, вот, и вам надо, например, у вас есть требование проверить, что маршрут проходит, не должен проходить через экологические зоны 2 и 3. Вот такое требование, вы можете записать его в тест-идею, то есть для того, чтобы его проверить, надо как минимум знать, что такое экологическая зона 2 и 3 и, естественно, быть в состоянии на карте определить, проходит ли найденный маршрут через эти регионы. Вот. Значит, также я считаю, что Notice Case может содержать несколько тестовых данных, если объем, несколько наборов тестовых данных если объем не очень велик, то это проблем нет. Например, мы тестируем билет в зоопарк, он там стоит, дети там до 6 лет включительно бесплатно, взрослые 10 евро, пожилые граждане старше 60 лет 5 евро, это может быть в одной тест-идеи, потому что это мы можем сравнительно быстро проверить в нашей программе. Ну и считаю, атомарное в вашем контексте, то есть таких строгих правил нет. То, что вы считаете, что вы в состоянии сравнительно просто как человек проверить, вы знаете квалификацию свою и ваших коллег, которые, может быть, будут их выполнять, то атомарное, то есть там строгих правил нет. Вот, ну допустим, простой пример. У нас есть там программа-калькулятор, многие ее приводят в качестве примера. И, ну понятно, есть какое-то требование, что должно сложение работать. И вот такой пример общего тест-кейса, общего ноутест-кейса. Сложение двух чисел показывает их сумму. Понятно, это слишком общее, то есть мы как, если начинаем идти немножко вглубь, то, например, можем проверить сложение, положительного и отрицательного числа показывает их сумма. Сложение двух дробей показывает сумму. Плюс еще, например, сложить две дроби, которые дадут в результате целое число. И негативный тест-кейс – это то, что сложение букв не должно быть возможным. То есть мы каким-то образом должны просто попробовать буквы ввести, убедиться, что у нас ничего не получается. Как мы их пишем и управляем? Это важно, по-моему. Важное различие потом с другими методами. В любом случае мы пытаемся ими управлять так же, как и обыкновенными тест-кейсами. Те же инструменты, то есть я там охотно использую HP Quality Center, он же HP LM. В общем, у каждого есть свой тул. Значит, как мы пишем тест-кейсы, тоже, как мы пишем эти тест-идеи, мы теми же методами, как и тест-кейсы, классы эквивалентности, например, граничные значения, но важно без конкретных тестовых данных. То есть мы не пишем там в калькуляторе 2 плюс 2 и равняется 4, а говорим просто сложить два числа. Это важное отличие. Мы сохраняем их в системе, потому что мы хотим их повторять так же и иметь там какие-то статистические данные. Обязательно связываем с требованием, что позволит нам покрытие получить. Используем метаданные в меру. То есть особенно хорошо, если ваш ту автоматически сохраняет имя пользователя, который создал дату пользователя, прошу прощения, дату создания и, например, историю изменений, то есть то, что вам не надо вручную вписывать, это идеально полезные данные. Некоторые данные вы пишете, например, дополнительно, например, важность тест-кейса для того, чтобы потом было удобнее выбирать тест-кейсы для запуска тестового выполнения. Ну и обязательно структурируем и группируем, потому что, как вы поняли, наверное, уже тест-кейсы, тест-идеи будут довольно компактные, короткие. Вы сможете в короткое время написать их много, и вы очень быстро придете к такому количеству, когда вы в них, если вы не будете их структурировать и группировать хорошо, то вам будет сложно в них ориентироваться потом. Вот. Ну, например, еще часто мы пишем тест-идеи из требований. В принципе, не обязательно условия, но часто у нас есть уже сформализованные требования, и мы пишем тест-идеи. И часто начинаем так, что первая тест-идеи – это стопроцентная копия требования. Если требования записаны довольно компактно, то это так довольно часто получается. Затем, то есть тем самым мы обычно проверяем сразу правильный прямой путь, затем мы исследуем уже граничные или более редкие случаи и думаем о негативных случаях. В требованиях практически никогда вот эти все вещи полностью не описаны, и это нормально. Вот. В качестве примера я тут описал такую довольно типичную маску, типичное требование, например, в роли пользователя я хочу фильтровать, сортировать список заказов. Вот эта маска, я тут набросал 4 атрибута. Наверное, в многих проектах что-то похожее уже было. Тут сейчас не имеет значения, готово, это уже программное обеспечение или это только дизайн, вы уже можете начать писать эти тест-кейсы. Этот пример я, так сказать, оставлю в качестве упражнения. вот у меня здесь на столе лежат раздатки. Если кому не хватит, еще много очень копий в интернете, можете скачать. линк будет в конце доклада. Примерно я за час с небольшим придумал 24 тест-кейса. В общем, кто больше. Значит, давайте попробуем теперь сравнить, что получится, если мы вместо использования тест-кейсов будем пользоваться ноутест-кейсами в применении к тем пунктам мотивации, которые мы вначале упомянули. Документация. Документация, безусловно, улучшилась. То есть, если мы хотим узнать о нашем проекте, читая тест-кейсы, то метод, записанный в форме тест-идей, они будут гораздо более понятны, чем классические тест-кейсы. Покрытие. Покрытие, ну, в любом случае не стало хуже, может даже улучшилось, потому что мы, опять же, мы больше сгенерируем тест-идей, поэтому у нас будет более точное покрытие требований. Повторяемость остается так же, мы можем точно так же выполнять повторно. Вот, универсальный чекер у нас пропал. Ох ты, чёрт. Универсальный чекер у нас пропал, потому что теперь же для того, чтобы их использовать, нам нужен тестировщик. Реальный, реальный человек, который понимает программную область и знает software. Ну, на мой взгляд, это тоже не тема сейчас этого доклада. всё равно, я считаю, редко имеет смысл использовать неквалифицированных тестировщиков для того, чтобы перекладывать на них выполнение тест-кейсов. То есть, если кто-то хочет об этом теме поговорить, то мы можем позже поговорить. Подготовка к автоматизации у нас тоже пропала. Значит, про подготовку к автоматизации, конечно, с тест-кейсами удобно то классическими, что там уже написаны шаги, там написаны тестовые данные, то есть автоматизаторам в принципе удобнее автоматизировать, когда у них уже есть такая подкладка. Вот. В общем, с ноут-кейсами они всё равно помогут автоматизаторам понять, какие именно процедуры им надо кодировать, но уже не так просто. Но с другой стороны, я хочу сказать, что я считаю тоже очень полезно, когда люди, которые автоматизируют выполнение тест-кейсов или ноут-тест-кейсов, что у них есть знание предметной области и знание как работает программа в любом случае так у них должно быть. Вот. Так что это небольшая потеря тоже. Вот. Приёмочное тестирование. Это интересный пункт. Приёмочное тестирование по-разному. Почему? Допустим, сейчас такой довольно стандартный кейс расскажу. Часто на приёмочном тестировании решается вопрос большой суммы денег, который заказчик платит исполнителю, если приёмочное тестирование прошло успешно. Как мы все знаем, практически никогда не бывает, что после приёмочного тестирования софтвер абсолютно без багов и очень часто приёмочное тестирование это как бы одна из вех. Окей, проект достаточно готов или всё-таки его надо ещё настолько глубоко дорабатывать, что о приёмке не может быть и речи. Поэтому, естественно, если вы работаете на стороне исполнителя, то вам удобнее написать тест-кейсы с конкретными тестами данных и шагами для того, чтобы перед приёмочным тестированием более эффективно проверить, работает ли всё это. То есть, если у вас такие напряжённые отношения с заказчиком, может быть, вот именно для приёмочного тестирования я бы рекомендовал использовать стандартные тест-кейсы. С другой стороны, если у вас очень хорошее отношение с заказчиком и, например, вы используете какие-то гибкие технологии, что ваш заказчик и так каждые две недели видит вашу программу, то есть у него там никаких сюрпризов не будет, вы можете тоже для приёмочного тестирования использовать этот метод ноут из кейсов, потому что видно, он компактнее, быстрее. Опять же, заказчику будет проще понимать, что вот этими ноут из кейсов мы проверяем. Вот, сертификация, сертификация, всё просто, если вам законами приписано писать тест-кейсы, то пишите тест-кейсы, вот, ничего не поделать. Вот, отчёты и аудит тоже как бы никакой разницы нету, тоже будет компактно, всю ту же информацию можно сохранять и в методе ноут из кейсов. Так, ну, теперь обобщим плюсы метода. Значит, стало у нас быстрее и дешевле. Время и стоимость, очевидно, улучшились. Вот. Отладка. Отладки практически нету, потому что мы шаги не пишем, мы пишем только общую идею, что мы будем тестировать. Поэтому в большинстве случаев отладка просто не нужна. И меньше сопровождение. То есть у нас изменился интерфейс, во многих случаях наши ноут из кейсы останутся абсолютно без изменений. Вот, конечно, если у нас изменились требования, нам всё равно нужно будет проверять и изменять ноут из кейсы, но опять же просто понять, что это будет проходить у нас быстрее. Это наши французские коллеги-тестировщики. Вот. Их интереснее выполнять. По-моему, очень тоже немаловажный момент. То есть кому нравится вот это вот вводить одни и те же числа и ставить галочки. Вот. Метод ноут из кейс, он как-то более мотивирует и смотреть по сторонам, и думать, и всегда можно вводить какие-то другие значения. То есть это просто более интересно. Вот. Ну, читать стало проще для программистов и бизнеса. Вот. Я думал, что мы потеряли, когда мы пишем ноут из кейсы против тескисов. Я не очень много чего придумал. Если потом кто-нибудь у кого-нибудь будут идеи, можете ко мне тоже подойти, мы об этом поговорим. Пока что я придумал только, что шаги для отчетов об ошибках нам будет сейчас не так просто их писать, потому что часто, когда у нас есть готовые тест-кейсы, у нас там вышла ошибка, мы можем скопировать шаги, написать шаг пятый проблема, то-то и то-то. Здесь у нас шагов нету, поэтому скопировать не можем, но это опять же мотивирует, например, записывать компактнее шаги репродуцирования, шаги воспроизведения, потому что программисту обычно тоже приятно быстрее прийти к ошибке, не обязательно читать весь ваш длинный тест-кейс. Вот. Давайте сравним сейчас ноутест-кейсы с исследовательским тестированием. Вот если кто физику учил в школе, это знаменитый Бойль-Мариот, то есть в принципе два разные вещи, два разных человека. Вот. В принципе это такой, я просто привел некоторые пункты, в чем глобальное отличие исследовательского тестирования от ноутест-кейсов. Ноутест-кейсы можно тоже делать и без требований, но чаще и значительно удобнее делать их, когда у вас есть написанные требования. Вот. А исследовательское тестирование наоборот, как правило, происходит без формальных требований. Ноутест-кейсы мы сохраняем в системе управления кейсами. Исследовательское тестирование. Опять же, я считаю, что хороший метод результаты исследовательского тестирования записывать в форме тест-идеи или, неважно, тест-кейсов, опять же, для того, чтобы потом в регрессии повторять результаты. Но просто, я знаю, на практике большинство проектов, когда проводят исследовательское тестирование, то не записывают потом тест-кейсы письменно. Вот. Ну, естественно, для исследовательского тестирования нужен уже готовый продукт, иначе мы не можем его начать. А начать тестирование по ноутест-кейсам мы можем без продукта, и даже тогда, когда у нас требования еще не сформировались до конца, мы уже можем писать тест-идеи. Вот. Но тестирование с чек-листами это такой интересный момент. Давайте, поднимите, пожалуйста, руки, кто слышал уже про тестирование чек-листами. Вот. Я вижу лес рук. Значит, а теперь вопрос другой. Кто читал определение, кто вот уверен, что он точно, поднимите руки, кто знает, что такое тестирование чек-листами. Вот я понимаю, что каждый из вас знает, как в вашем конкретном проекте вы тестируете. Но вот вы можете прийти там на другую фирму, вам скажут, мы тестируем чек-листами. А вы все, пошел, все, иду тестировать. Вот. Поднимите руки, кто представляет. Вот. Я вижу даже, я увидел одну руку. Ура! Подойдете, поговорим. В общем, я не нашел описание. Вот. Поэтому, ну, я предположил, может быть, я не прав. Вот. Например, что различия такие, значит, тестирование чек-листами может быть используют для тех случаев, когда мы хотим протестировать какие-то части однотипных приложений. Например, однотипные части приложений. Например, у нас есть функция логина, мы там записали, там, длина пароля, специальные символы. Вот. Заметили, окей, у нас в 20 других проектах это все повторяется, даже у нас совсем другие проекты, но мы можем это как-то взять, записать на листочек формата А4. То есть у меня тоже такое представление, возможно, мы так действительно в Excel где-то их так храним. Вот. И потом используем в других тест-кейсах, в других проектах, в других ситуациях. В общем, в целом, так я считаю, при подходе, когда вы пишете чек-листы, вы используете схожие методы. То есть, в принципе, много схожего есть. Вот. Советы. Начинайте как можно раньше. То есть, как я уже говорил, если у вас требования не до конца сформировались, если вы напишите тест-идея, а требования чуть-чуть изменятся, ну и что? То есть, там, измените тоже пару слов, заодно и подумайте о предметной области немножко больше. Вот. Важно. Показывайте программистам до, во время и после этапа разработки. То есть, на любом этапе очень полезно давать эти тест-идеи программистам. Например, до этапа разработки программист может посмотреть и уже будет представлять, окей, что он должен запрограммировать, что вы потом будете проверять, чтобы ничего не забыть. Например, во время или после этапа разработки. Естественно, когда вы даете чек-лист, это не значит, что у программиста появляется задача все протестировать снова. Тестирование это все-таки ваша задача, работа тестировщика. Вот. Но он может просто быстренько пробежать по листу глазами и посмотреть, а может быть, он о чем-то не подумал. То есть, иногда он просто скажет, о, вот это может даже не тестировать, я про это не подумал, я еще сяду, напишу. В общем, вы сэкономите тоже время и в результате деньги на то, что процесс исправления ошибок будет убыстрен. Вот. Итог. Подытожим. В общем, метод нотаскейсов эффективно ускорит вашу фазу тест-дизайна и увеличит пользу от выполнения тестов, потому что вы будете использовать, больше использовать главную ценность тестировщика. Это мозг его. Вот. И опять же, понятно, что эти методы применимы не для всех проектов, но для широкого аспекта проектов. То есть, я советую вам взять и попробовать использовать нотаскейсы в ваших проектах. вот. Важный момент. Это то, что, на мой взгляд, не бывает лучших практик, бывают хорошие практики в какой-то конкретной ситуации. То есть, опять же, хочу сказать вам, что я не советую вам сейчас всем взять и выбросить ваши тест-кейсы и сразу начать писать ноутест-кейсы. Смотрите по вашей ситуации, по вашему контексту. Вы сейчас услышали про положительные и отрицательные моменты. Выберите то, что вам подходит. И последнее. Всегда помните, что обеспечение качества это не задача тестировщика. Как он может обеспечить качество? Обеспечение качества лежит в зоне ответственности всей команды. Вот так. Ну и напоследок тут ссылочки, где можно еще почитать, посмотреть, в том числе много экземпляров решения примера и слайды можно качать прямо сейчас и мои контактные данные. Если кто хочет поговорить, написать с удовольствием. Спасибо. Спасибо. походу к микрофону задать первый вопрос. Как можно говорить о повторяемости в этом случае, если сам говоришь, что можно проиграть, можно поставить другие данные и, например, если у тебя команда из одного сеньора двух летов одного джуниора, странно предполагать, что один и тот же тестер не проводит один антон? Отличный вопрос. Я считаю, во-первых, я остаюсь при мнении, что повторяемость остается, во-вторых, я считаю, что тот случай, когда человек ведет другие данные, он даже более полезен. То есть, не знаю, у меня часто возникает такое чувство, я все время автоматизировал тест, он всегда складывает два плюс два. И как-то я так думаю, неплохо было бы, если бы он время от времени складывал еще сто плюс сто. Но, опять же, автоматизация это часто не так просто сделать, на эту тему тоже есть много докладов. А тут оно происходит автоматически. У вас нету стопроцентной повторяемости тестов один в один. Но, на мой взгляд, в этом-то цели не стоит. И, соответственно, при следующем прогоне у вас будет немножко другой взгляд. Есть, конечно, какие-то недостатки, иногда вы что-то будете пропускать, но, мне кажется, вы будете, наоборот, больше находить, если вы будете использовать данные, которые вам только пришли в голову для тестирования. Если будут сложные вопросы, я буду отвечать по-немецки. Меня зовут Валерий. И вопрос следующий. Насколько я понял, речь идет о том, чтобы неким образом автоматически транслировать высокоуровневое описание этой тест-идеи в конкретные тест-кейсы. Вопрос. Как именно реализована эта система трансляции? Действительно ли она автоматическая? Или, может быть, иногда нужно делать это ручную? И что нам делать, если требование поменялось настолько капитально, что всю эту систему трансляции придется поменять? Ну, вот я надеюсь, что я правильно понял вопрос. Для меня система трансляции и автоматизации находится вот здесь вот сверху. Вот. Я плохо представляю, как можно автоматизировать вот именно этот процесс. Так же, как речь идет о автоматизации тестирования. Сейчас как-то модно говорить, что мы можем автоматизировать чеки, верификацию, проверки. Мы не можем автоматизировать тестирование так же, как мы не можем автоматизировать программирование. То есть, тестирование это аналитическая работа, создание вот этих тест-кейсов происходит методом использования головы. Вот. И голова, к счастью, такой инструмент, который хорошо транслирует вот то, что вы сказали. То есть, переход от вот этой тест-идеи, созданной в голове к конкретным шагам, к конкретным тест-кейсам, так же переходит вручную? В головную происходит, да. Не вручную, а вы думаете, и оно как-то переходит, у меня переходит из головы в руки, у меня получается еще. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Юрий Маловик, компания Комодок, Одесса Кей-менеджер. Вот сразу на вскидку два недостатка, которые я увидел у этого метода. Во-первых, мы не сможем перед заказчиком ответить, на каком этапе было упущение. То есть, он не заказчик спрашивает, вы вот это тестировали? Мы не можем ответить, тестировали мы это или нет. То есть, это... Можете. Почему? Конечно, можете. Абсолютно то же самое. У вас есть аудит, и... То есть, обычно вы запускаете ваши тесты так же абсолютно, как тест-кейсы. То есть, например, если у вас хороший софт, выбираете, какие тест-кейсы будут запущены, и тестировщик так же ставит галочки, только он каждому шагу ставит галочки ко всему тест-кейсу. Да, но он ставит одну галочку на весь тест-кейс. То есть, как бы, решается так, если у вас проблем нет, вы ставите галочку, если у вас проблемы есть, вы ставите крестик, я использовал несколько градаций, вы ставите крестик, и, конечно же, документируете дефекты. У вас есть связь дефекта с тест-идеей, то есть, вы знаете, где, когда, вот, что-то пошло не так. Ну, опять же, так сказать, общий вопрос, действительно, заказчику интересно, на каком этапе вы профилилили. Ну, ладно, это ставим. Это первый нюанс, и второй нюанс, я вижу, что новым тестировщик, как у вас на предыдущем слайде было написано, слайде, и на них полный тестировщик. Да, и я, то есть, моя, как бы, моя идея, что это и не надо делать. То есть, я предлагаю просто такой подход. На мой взгляд, лучше всего работает так. Если у нас есть молодой тестировщик на проекте, ему надо работать в паре с опытным. То есть, например, вот это выполнение он может делать вместе с опытным тестировщиком и при этом учиться. Потому что вы очень много потеряете, если вы, на мой взгляд, будете надеяться на то, что вот мы сейчас напишем отличные глубокие тест-кейсы и отдадим ему тому, кто вот неделю назад к нам пришел и все, и мы забудем. Он сейчас все сделает, потому что мы так ему разжевали, что он не может ошибиться. Во-первых, может, во-вторых, невозможно все разжевать. Вот как раз, когда вы смотрите на программу, вот там в других докладах тоже было, вы проблемы видите. Когда вы пишете тест-кейсы, как бы вы хорошо не представляли ситуацию, вы не можете просто видеть всех вариантов, что может пойти не так. Ну и еще один нюанс, наверное, новый функционал, на новую фичу можно прям, допустим, в Jira-item вписывать вот этот тест-кейсы как вариант. То есть это поможет и программистам, и тест-карушкам. То есть оно, да, я говорю, что оно можно связывать, то есть можно и нужно связывать и с требованиями, и с дефектами. Алексей, спасибо большое за доклад. Меня зовут Роман. Конечно, очень интересна ваша идея, и это, конечно, мечта многих тестировщиков избавиться от тестирования. Спасибо за эту идею. У меня были комментарии, два вопроса. В первом комментарии мне показалось, что сама идея похожа на тестирование на User Stories в Jira-item по тестированию. Вот, если можете как-то поректировать, пожалуйста, я... вопрос, окей, я, значит, отвечу. Может быть, я не очень глубоко знаком, но, да, какая-то схожесть есть. Мне кажется, что User Stories, опять же, это скорее требование, а в нем, из него будет сгенерирована не одна тест-идея, а несколько тест-идей. То есть, если вы в вашем методологии записываете к User Stories вот эти вот тест-идеи и потом ставите галочки, то да, она очень схожа. Если вы просто даете тестировщику тест-идею и говорите вот, иди протест, то все-таки User Stories это более большой кусок. Да, спасибо за комментарий. Вопрос по альтернативу тоже тест-кейсам и идее без тест-кейна. Слышали ли вы про session-based тестирование которого James Park и второй вопрос, который можно в принципе обнести к недостаткам, возможно преимуществам вашей идеи. Как ваше проанализируемость? То есть сет-кейл очень хорошая проанализируемость, на мой взгляд. Ваша идея и сет-кейл это сложнее. То есть как вы оцениваете как вы оцениваете работу тестировщика? Ага, во-первых, сессионное тестирование на мой взгляд это тоже большое пересечение с исследовательским тестированием. Сессионное тестирование, ну, как я его понимаю, это когда тестировщик методом исследовательского тестирования, называется timeboxed session, то есть ограниченное по времени промежутке времени тестирует, то есть это для меня эксплуративное тестирование, то что мы примерно описали. То есть в принципе тут нету пересечения. все-таки у нас метод, когда мы записываем заранее, а тот метод мы используем уже с готовым продуктом. Я отнесу к исследовательскому тестированию. Так, второй вопрос у меня сейчас вылетел из головы сейчас. Ключевое слово? Прогнозировать. Вот, точно, очень хороший вопрос. Я считаю, что просто надо абстрагироваться и понять, что не ухудшилось. если вы считаете, что вы можете написать тест-кейсы и без прогонки определить, сколько они займут времени, то вы в большинстве случаев ошибетесь. У вас будут сюрпризы. Если вы просто берете, например, 100 тест-кейсов, прогнали, замерили, у вас 100 тест-кейсов мы за 3 дня успеваем прогнать. Вы теперь берете 100 тест-идей. В данном случае у вас там будет даже аналогичное количество будет 300 тест-идей. Вы их прогнали, замерили, там тоже 3 дня получилось, или может 4 дня, не важно. вот у вас и прогнозируемость. То есть вы просто у вас будет прогноз в классе тест-идей. Тут то же самое. Окей. Здравствуйте. Меня зовут Виктория. Спасибо большое за доклад. Но есть пара вопросов. Первый – это если у нас нетривиальная система, у нее, предположим, предметный образ достаточно большая и сложная. И для выполнения тест-кейса, то есть мы проверяем предметную функцию. У нас есть большой набор предусловий, которые, то есть на разных предусловиях функция будет выполняться по-разному, и результаты будут разные. Так как предметный образ большая, то все конфигурации, помнить, физически нереально. Описывать кратко это тоже довольно-таки проблематично. Как вы выходите из этой ситуации? Ну, как бы, получается так, если у вас проблема сложная, то и решение будет тоже более сложное. Да. Ну, я скажу на своем опыте. Так, я писал... Так, тут другой, кажется, мне помогает. Так. Можно как-нибудь отключить его? Это отвлекает. Обычно предусловия выполнения как бы являются тоже какими-то тест-кейсами, тест-идеями на более ранних этапах. Я старался группировать тест-кейсы так, чтобы мы, допустим, я, значит, проверил все вот эти вот предусловия без того, чтобы углубляться в виде тоже какой-то тест-идеи. И потом тоже так вот по веткам, значит, у меня какие-то предусловия выполнены, и от них там сгруппированы следующие тест-идеи на следующем уровне. То есть, грубо говоря, представьте, что у вас там 5 масок, и в зависимости от того, что вы сделали на первой маске, у вас будет совсем другое на пятой маске, и вообще вот это вот все сложно. Вы, значит, тогда начинаете с того, что вы пишете для первой маски, и потом начинаете вот это вот все ответвлять. И, значит, получается, что будет ну он в принципе останется гранулярным, но по вот группировке и классификации в вашем туле вы сможете понять, какие с ним связаны предусловия, без того, чтобы их писать. Иногда я все равно писал предусловия, немножко мухлевал, но там это все равно иногда пару слов там можно написать, что да, для этого чтобы проверить. Вот, то есть они же у вас будут не на листке все подряд, а вы можете там в папочке собрать и вот так вот как-то сгруппировать их. Если что, можем потом. еще один вопрос, как насчет того, что все мы люди, вне зависимости там сеньор у нас или джуниор, нам свойственно ошибаться, то есть мы можем, как бы, то есть если у нас нету конкретных условий, что мы должны получить на выходе, то есть мы в общем, да, никак, то есть это абсолютно нормально, вы не можете избежать ошибок. У вас есть преимущество, что у вас появляется новый взгляд. Например, если вы ошиблись в сторону false negative, то есть вы ввели баг, который не баг. Значит, во-первых, была какая-то проблемная ситуация, во-вторых, ну вы пишете баг report, вам скажут, это не баг. Вы тогда, часто очень интересные бывают связи, иногда выясняется, что окей, на самом деле требование описано так, что оно неоднозначно вот это определяет. Если вам показалось, что это баг, то возможно проблема вовсе не в вас и не в софте, а то, что вы где-то на, мы ошиблись на более раннем этапе, это вам поможет, то есть это тоже поможет. Если вы, конечно, баги из-за этого пропускаете, то есть если вы посчитаете, посчитали, что это не баг, а это на самом деле баг, ну а что делать? Ну а как вы от этого можете защититься? Опыт, тренироваться, в общем, у тессировщика должно быть скорее критическое мышление, то есть он, ну на мой взгляд, чаще должен в сторону, если это, если ему кажется, что это проблема, то он может написать репорт, но не будет, ну и что, да. Вот, ну если окажется не проблема, зато теперь он глубже поймет, почему это не проблема. Спасибо. Все, вот. Последний вопрос. А, здравствуйте, Екатерина, компонент МТЭК. Вот вы говорили о том, что в отличие тест-кейсы, в том, в моем тест-кейсе мы не используем какие-то, которые не тестовы данные. Ну, то есть, понятно, если у нас с тем компилятора, там, 2 плюс 3 или 3 плюс 3, мы можем придумать сами. Есть у нас вполне демократная область, есть, и мы используем демократные данные с демократными данными и проще, после таких вещей, временно, зачем это, в самом деле, нет, не используется. Мы не используем, скажем так, я может уточню, мы не используем это для тест-идей. В результате, если у нас сложные данные, нам, как правило, ну, не знаю, поможет, например, автоматизация тестирования, если у нас действительно такие данные, которые мы не можем выдумать, мы должны подготовить, может, это целая база данных. То есть, вот эти части, которые происходят автоматически, они будут дополнять эти тест-кейсы, то есть, мы скажем, окей, у нас есть тест-идея, проверить, то есть, она будет все равно, например, компактная, проверить там какой-нибудь функционал. Вот, мы будем знать, окей, мы его, он довольно сложный, мы его врачную проверить не можем целиком, у нас будет один из шагов, например, залить какую-то специальную базу данных, то есть, для подготовки, то есть, они будут как бы, ну, жить совместно. Можно это где-то отмечать тоже в тест-кейсе, что для него нужны какие-то настолько сложные данные. Да, такое бывает. Ну, то есть, мы не отказываемся. Мы не отказываемся, мы вообще ни от чего, вот как там видали, с Ладомой, от ничего, принципиально не отказываемся, мы смотрим по ситуации. Если ситуация такая, где данные сложные, надо как-то генерировать и держать их заранее подготовленными, то мы генерируем и держим их заранее подготовленными. То есть, мы не фанатеем религиозно, и если надо, мы пишем тестовые данные, я не обижусь. Ну, не только тривиальные, но, то есть, грубо говоря, тестер не ограничивается в своих, тестировщик не ограничивается в своих проверках тем, что у него написано. Вот. Вот так. Ну, и такая идея.